Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Суд едва ли не впервые в истории встал на сторону клиента в споре с банком. Клиентке ВТБ-24 удалось добиться снижения ежемесячных платежей по валютной ипотеке. Судья обязала банк пересчитать сумму платежа по курсу на момент заключения договора – 24 рубля за доллар. Заемщица неоднократно обращалась в ВТБ-24 с просьбами о реструктуризации кредита, но устраивавшего ее варианта банк не предложил. В результате образовалась просроченная задолженность по кредиту. В решении суда отмечается, что если бы банк и заемщик могли предвидеть серьезные изменения курса доллара, то договор вообще не был бы ими заключен. Также судья посчитала, что банк нарушил требования законодательства, не указав при выдаче валютного кредита сумму долга в рублях. Эх, вот в таких случаях и жалеешь, что у нас непрецедентная система правосудия. Жилищно-коммунальные тарифы для населения в 2016 году будут проиндексированы. Тарифы на теплоэнергию в следующем году вырастут на 7,5%, на воду с июля следующего года на 8,7%. Отмечается, что для промпотребителей правительство установило вилки индексации по газу, сетям и железнодорожным перевозкам. Окончательное решение по тарифам будет приниматься в августе-сентябре. Количество туристов из России в Египте в 2014 году составило 3 миллиона 100 тысяч человек, что на 700 тысяч больше, чем в 2013 году. Доход Египта от российских туристов составил 2,5 миллиарда долларов, причем всего в минувшем году туристическая отрасль принесла в казну страны 7,3 миллиарда долларов. Несмотря на ослабление рубля, в последние месяцы 2014 года поток туристов из России в Египет не только не сократился, но и значительно увеличился. Ну а что, Египет наш! Российский фондовый рынок открыл торги четверга снижением. Индекс ММВБ в первые минуты торгов снизился и достиг отметки 1656 пунктов. Среди лидеров снижения ТГК-1, ВТБ, Акрон, Башнефть, НЛ Россия, ТМК и обычные акции Сбербанка. В лидерах роста МРСК-центра, Солерс, Аптеки 36,6, Алроса, НЛМК и МТС. Российский рынок открылся снижением на фоне падения нефтяных котировок, ушедших в минус на опасениях увеличения запасов сырья на мировых рынках вследствие отказа ОПЕК от снижения квот добычи и от увеличения добычи сырья Ираком. Торги в США завершились в зеленой зоне, в Азии разнонаправленная динамика. Курс доллара на 28 мая 51 рубль 1 копейка, курс евро 55 рублей 67 копеек, золото стоит 1948 рублей за грамм, серебро стоит 27 рублей 33 копейки за грамм, цена нефтемарки Brent 62 доллара 34 цента за баррель. На сегодня это все, удачи в делах.